всем здравствуйте всем вам отличной среды сегодня с вами посмотрим расклад который называется зависимость от родителей посмотрим в чем у вас есть и почему иногда бывает так что дети уходят очень рано из семьи да и как-то отрезают пуповину отрезаясь родителями а есть наоборот люди которые живут очень долгое время со своими родителями даже они могут в некоторой степени знаете даже и не жить родителями но пуповина да она как будто бы как-то не отрезана особенно это вот как-то сталкиваешься чаще с мальчиками с мужчинами которых есть еще вот этот вот связь с их мамой да то есть как-то не отрезали эту пуповину и это достаточно сложный проблематично бывает при создании новой семьи когда женщине приходится считаться еще и с мнением своей свекрови да такая достаточно наболевшая наверное тема для многих не слава богу таких проблем не было вот наоборот даже после развода я помню что мои свекровь она меня всегда любила даже не считая того что на очень религиозный человек да и плюс ко всему но другой религии отличавшийся от моей ту которую я на тот периода пропагандировала не вот но но при этом приняла с огромной такой любовью и наоборот всегда стояла на моей стороне и даже не знаю уже прошло очень много лет больше двадцати лет как я не в браке вот но все равно отношения но такое достаточно теплая добрая всегда человек интересуется что и как вот наверное не всем так повезло уже жизни даться свекрови все равно давайте посмотрим даже и у нас если у нас вот это вот зависимость отрезана ли пуповина от нашей мамы или не до либо от отца если зависимость именно зависим здесь негативном ключе то есть я не говорю о том что связь была отрезана связь она должна быть и она остается но вот именно что была пуповина отрезана чтобы человек ощущал себя независимым чтобы не было вот это вот влияние на родители на достаточно взрослого человека вот это вот мы с вами будем сегодня рассматривать так надеюсь позициями вы определились позиция номер один голубенький камешек смотрим единички если у вас зависимость от родителей или опять все мы заявлены на таро будет показывать то что она хочет но давайте посмотрим если у вас зависимость от ваших родителей эмоциональная могу сказать да рыцарь кубков он все-таки говорит о состоянии то есть возможно есть вот какая-то близость да то есть 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 связь и есть связь душевная но аркан мира говорит о том что нет здесь в принципе завершено да есть близость но зависимости как таковой нету то есть я не вижу что было здесь зависимость от родителей на данный момент но это интересно конечно же когда смотрят люди достаточно старшего возраста 9 60 70 лет хорошо что если ваши родители еще живы но в любом случае нет я не вижу чтобы здесь была какая-то зависимость от родителей коми ногам мира говорит о том что завершена но если все-таки предположить на как вторая интерпретация этого аркана что зависимость присутствует но надо ее как-то разорвать да то есть пойти в новое душевная здесь зависимость кто о чем здесь говорит о том что это очень глубокая очень глубокая связь и связь может быть с вашей мамой у кого она есть связь вашей мамы это вот прям дайте на уровне бессознательного здесь как будто бы такая глубинная глубинная очень связь в чем она выражается в чем именно король жезлов и двойка педагли вы знаете здесь как будто бы вы со своей мамой друг друга дополняете независимо от того мужчина вы или женщина да здесь как будто бы идет некий такой баланс в чем именно чем именно как это может выглядеть там я не знаю вы например там ваша мама может быть очень чувствительна нежная такая женственная ранимого там женщина-женщина а вы по характеру по своему складу можете быть больше мужчиной и поэтому когда например мама сталкивается если например нету отца уже на мама сталкивается с какими-то трудностями сложностями она может например к вам обращаться до в контексте того что вот а я не могу решить эту задачу не потому что она не хочет а потому что вот у нее знаете такой характер мягкий она не привыкла это делать а вам это привычный вот вы входите вот эту роль до начинаете там разрешать разруливать проблемы своей маму потому что вот у вас все-таки такой мужской характер либо наоборот если ваша мама такая достаточно активная боевая но здесь мне не выходит такая мне выходит на борт какая-то вот такая мягкая мягкая по не то что не нету стержни а легкая легкая по жизни какая-то такая мягкая женщина идет здесь скорее всего вот вы больше у меня такие активные да то есть такая мужская активная позиция огненная она скорее всего свойственного и вы друг друга здесь дополняете в чем еще в том что здесь вам как раз таки здесь как будто вы знаете какой-то кармический урок идет а вот именно на уровне бессознательного я могу предположить что какая-то связь она может идти даже из прошлых каких-то воплощения то есть это это не только вот в этом воплощении она является вашей мамой то есть душа этого человека она как будто бы завязана на ни одном воплощении и здесь вот как будто бы необходимо что-то исцелить да как-то разовлить эту ситуацию она очень глубоко находится в вашем бессознательном вы можете это не понимать но здесь вот какие-то сценарии есть присутствует сценарии касательно семьи вот ваша мама она может очень сильно влиять на на вашу семью на ту которую вы создаете либо хотели создать ваша мама является ключом к решению очень многих ваших задач которые помогут вам сбалансировать вашу жизнь вот если вашей жизни вы чувствуете ощущаете что нету баланса то ключ к решению до этих задач он находится у мамы не в прямом смысле что мама вам может решить а в смысле того что если вы поймете какие уроки вы проходите с мамой проработаете то что вам необходимо до исцелитесь то как следствие вы ваша жизнь она изменится в лучшую сторону мама ключ вашему счастью мама ключ вашей семье не деньгам не к здоровью ничего именно к вашей семье почему почему именно так она влияет на ваш выбор аркан повешено вот видите повешено тоже ищет ответы на вопрос тоже ищет ключ он также погружается внутрь себя потому что мама заставляет вас как то вот здесь знаете как если брать ее как некого учитель она заставляет вас погружаться в глубь себя изучать себя находить ответы необходимые именно в себе на благодаря ей вы развиваетесь это вот ваш путь и развития какой-то такой она как будто бы является для вас не знает триггером что ли которые запускают те или иные моменты вашей жизни которые заставляют вас понимаете здесь не не просто что-то вовне решать либо как-то свой характер изменить а погрузиться очень глубоко и вскрыть в себе то что возможно вам будет неприятно болезненно то есть вот она как-то косвенно выкорчевывает из вас и из вашего нутра какие-то такие моменты которые если вы их осознаете то потом ваша жизнь улучшается потому что вы свою жизнь как-то балансируете здесь идет дальше развитие а я могу предположить исходя из этих карт что здесь знаете какая-то связь мама она достаточно болезненная вот вы вроде ее любите да но потому что все таки рыцарь кубков говорит о близости вы чувствуете ее вот как своего родного близкого человека но вот столько как будто бы боли не напрямую опять же таки как-то косвенно связано с мамой да вот я не знаю как то вот ее беспомощность в некоторых моментах она вас может как-то раздражать с одной стороны вызывает кучу гамму разных эмоций она может вас раздражать может бесить другой стороны вы понимаете что если я не помогу то кто поможет здесь вызывается чувство вины ответственности вот прям куча куча всяких разных таких эмоций переживает переживание вызывает у вас этот человек с другой стороны сказать что вы не любите нет здесь есть привязанность вот она является ключиком вашей жизни это вот для тех у кого есть действительно эта связь но мне показывает то что есть люди у которых нету зависимости от родителей и у тех у кого есть это независимость а это вот какая-то какие-то кармические задачи здесь вы с мамой проходите какие-то кармические задачи кармические задачи они связаны как раз таки с выбором да вот она как будто бы вас учит учит опять же таки опосредованно да то есть она она сама поиска знаете не не чтобы здесь человек глупый какой-то но на низ не настолько мудра насколько вы здесь мне так показывают да у него может быть какой-то другой опыт в жизни да но вот мудрости в ней нет вот в ней присутствует очень много женских каких-то качеств правильных и поэтому здесь задача мамы повлиять как-то на ваш выбор чтобы где-то может быть подтолкнуть в какой-то степени да то есть она помогает вам работать с вашими качествами которые нужно изменить но делает она это еще расскажу как-то посредственно вот вы просто на нее смотрите вас начинает что-то раздражать и вот вы начинаете там я не знаю разбираться в дальнейшем с этим поняли ну почему она меня так бесит у меня так сильно цепляет и вы сталкиваетесь с тем что узнаете о себе какие-то качества что я не замечала за собой вот этих качеств оказывается мама мне это косвенно это показала да то есть научила вот вы дальше начинаете работать с собой меняетесь и ваша жизнь улучшается здесь мама является для вас таким человеком который постоянно как будто бы вас мотивирует выбирать выбирать какие-то такие знаете моменты в жизни болезненные связанные как как некие тесты проверка но эти проверьте проверки они все время как будто бы знаете вот проверяет вас на прочность подталкивает вас туда куда вы не хотите заставляет вас делать то что вы не хотите вам это больно и поэтому здесь очень много раздражения на маму но есть и и в такой же степени столько же любви но и сказать что вот вы прям опять же таки здесь не то что это грань между суда любовью и ненавистью но здесь нету такого но здесь есть вот это вот знаете если у кого уже мама не туда в жизни а вот все-таки вы смотрите и вам это откликается такая знаете вот все равно любовь есть такая знаете хочется как-то вот обнять что ли как-то роль некого такого наставника роль в принципе мама вас учат но здесь вот как будто вам кажется что вот вы как-то не заботитесь вы как-то вот для нее как будто бы являетесь опорой но на самом деле все наоборот вот здесь вот в этом заключается иллюзия ваша но мама для вас является учителем очень хорош и вы даже не вы даже не осознаете она тоже не осознает но вот ее душа она как раз таки является для вас очень хорошим таким трамплином погружает погружает вас глубь себя на изучение она является ключиком то есть если вы хотите что-то решает своей жизни во что-то не получается то есть вы увидите какие-то задачи да мама является ключевым то есть вы глядя на маму до начинаете работать собой понимать например я не знаю трудности какие-то с финансами на вы начинаете там есть на условно смотреться как мама относится к деньгам относится ли она легко либо наоборот серьезно не знаю разговаривает ли она там с деньгами там ты не знаешь хаманит на них либо наоборот тратит бездумие и а вы на краске будете противоположностью вашей мамой как некое такое вот искаженное зеркало в контексте отражения да то есть не прямое а вот именно противоположность и вы здесь сможете понять словить что как маме деньги приходят какое количество вот что она делает хоть вам также надо будет поступать а вам это будет неприятно вы будете не соглашаться с этим потому что вы будете считать вас будет свое мнение на быть противоположно но вот именно вашим мнением ну приводит к тому что у вас нету денег а у мамы есть день вот здесь вот понимаете она как будто у вас заставляет менять ваше мышление менять себя менять свой характер ну еще расскажу не напрямую она даже может этого самой не сознавать но связь весьма очень большая такая очень глубокой она в данном случае выходит как кармический учитель для вас так позиция номер два красненький камешек здесь будто вы знаете расклад такое за живое зацепила особенно если мама уже нет в жизни на цепляется живое ладно смотрим двоечки если у вас зависимость от родителей четверка жезлов четверка пендаклей тройка мечей смотрите здесь арканы говорят о том что как будто бы зависимости нету но что я имею ввиду нету зависимости здесь и такое знаете вот желание вырваться и вырваться как-то из оков из из какого-то устоя да не знаю может быть у вас есть как это сказать здесь влияние родителей но может быть через то что они передавали вам какие-то установки и убеждения то есть вот то как вы живетесь то ощущение у меня такое что человек как будто бы тебя говорит о том что я не хочу быть похожем до на своих родителей не хочу быть похожи как на свою мама мысну папу хочу быть похожим на себя и вот это нам очень сильно разбивает сердце то что вот вы как будто вы хотите вырваться да из из этих оков из этих цепей вас как будто бы там держит но это вот ваш такой восприятие что вас что-то держит что вот вы вы здесь может быть даже злитесь на себя что плане того когда вы словили себя на том в чем вы похожи на своих родителей да там я не знаю складываете газету так же как и ваши родители там я не знаю приготавливаете на стол и салфетки выкладываете там в такой же в таком же формате как делает ваша мама дали по в таком же порядке то есть я не знаю ложки вилки кладете также как кладет там ваша мама вот и выславливаете себя на этом моменте очень сильно раздражаете почему потому что здесь такое чувство что как будто бы не принять и своих родителей вы говорите что нет я не похожи я докажу и чем больше вы себе это доказываете чтобы не похож тем больше вы видите сходство и вот это вот вас как-то раздражает да может быть есть какие-то обиды здесь на родители но вообще здесь чувство того что как то вот есть есть ограничение в свободе до в свободе действия свободе поступков но и одновременно присутствует вот чувство какого-то праздника то есть у вас есть воспоминания из детства о том когда были какие-то праздники вот вы очень хорошо время проводили не знаю может быть люди приходили к вам в гости может быть ваши родители они были и есть как этот открытые такие гостеприимные да и вот у вас вот воспоминания от этих праздников есть такие позитивные но в общем если смотреть здесь как будто бы такое чувство что вот я хочу вырваться я хочу вырваться из этих оков я я устал да поэтому если зависимость я не думаю здесь немножко другой формат здесь немножко другой формат хорошо в чем если ей зависимость да то в чем тройка кубков тройка пендакли орган умеренности вот и в своих родителях как-то похоже в контексте как-то построения и построение чего-то нового да в своей жизни какого-то фундамента выстраивания и вот именно в праздниках то есть как как-то вы на них похоже есть какая-то связь зависимость от меня здесь нет зависим ну вот вы как-то похоже на праздники здесь не на может быть ваше отношение к чему-то такое же легкое может быть вы относитесь к друзьям также как относятся ваши родители может быть вас родители учили общаться до коммуницировать как-то вот ну такие открытые люди были вот а вам наоборот хочется побыть как-то в уединении здесь такое чувство что связь имеет отношение как-то к вашему развитию к приумножению к расширению причем здесь как будто бы родители учат находить баланс между эмоциями и материальным миром да то есть вот как-то заземляться две тройки смотрите тройка кубков и тройка пендаглей одна говорит про общение про дружбу про открытость про праздника вторая говорит про построение что-то новое построение сообща взаимодействия с другими людьми и та и другая говорит про общение про внешний мир это и другая говорит про расширение но при этом вот пока на умеренности здесь присутствует баланс между вот этими двумя стихиями да они очень взаимосвязаны между собой моя благостная стихия кубков и стихия педагли ну вот здесь идет вот эта вот волна что я хочу вырваться да то есть я я хочу создавать что-то свое я хочу жить так как я хочу мне необходима какая-то легкость то есть чувство того что то ли вас как-то за земля и то ли вас как-то ну не дает вам свободу полета что ли как как и здесь свободы нет против сказать что вас вас держит как-то на привязи нет но и либо раньше да когда еще родители имели влияние на вас но вот с другой стороны как-то из идет осаждение даже вас осаждают вот вы что-то придумали хотите сделать вам сразу приносят приводят кучу доводов и вы понимаете что блин ну не получится ну не надо его как-то вот об и огорчаетесь поэтому вы старайтесь сейчас свои планы и свои идеи не рассказывать не делиться своими родителями почему потому что ну они все время начнут говорить о том что ну не получится и не надо и потом после этого расстраиваетесь вот поэтому в принципе это очень верный шаг на мой взгляд да то есть держите при себе то что вы хотите здесь когда сделали уже тогда по факту можете поделиться пока нет не нужно а почему так вот именно все происходит если мне опять расклад идет не не по плану не по моим вопросам а вот как идет ладно пойдем за раскладом чему вас здесь родители учат мы посмотрели да вот почему почему именно так происходит здесь какая-то гиперопека идет потому что как будто бы родители дают вам шанс на на изменение они здесь присутствует какая-то забота во первых присутствует страх того страх безденежья страх что ваши бьетесь страх что вы как-то не способны будете вырулить какой-то кризисной ситуации здесь я бы сказала что вот присутствует некая такая гиперопека чрезмерно именно опека ваших родителей то есть они как будто бы вам обрезает крылья но вот тем самым ограничивая по чтобы не разочаровывались здесь какая-то забота такая может быть она не совсем правильно но здесь вопрос заботы на я могу сказать что здесь у родителей какие-то но благие побуждения я не могу сказать что здесь то что то такое вот прям негативное наоборот вообще мне здесь кажется сегодня по крайней мере кому отзывается этот расклад показали такую очень дружную семью по крайней мере на людях я не знаю как это внутри но вообще здесь энергия такая именно семьи гостеприимные в которые постоянно открыты двери такое ощущение что вот не может быть и нет где-то как это правильно по-русски правящий то есть нету личного пространства какого-то да потому что не знаю может быть разделяли комнату с другими сестрами братьями может быть когда вот приходит гости там есть на родственники какие-нибудь дальние да как армянское такое посещение на несколько дней несколько недель и все не уезжает и здесь вот очень много людей очень может быть у вас много родственников я не знаю то есть вот но вот много не хочу сказать что это проходной двор но вот очень много вот как-то людей родственников и вот прям такая семья в некоторой степени пуская традиционная семья со своими вот прям знаете как это еврейская семья до прям как некая такая община либо там я не знаю мусульманская семья где вот старшее поколение ухаживает на борт младше ухаживать за старшим старше вот как-то обучает вот все все как-то традиционно идет да вот здесь вот не идет как как община не просто семья вот как какая-то община да безусловно есть какие-то трудности сложности но вот общий такой взгляд на семью когда много людей почему-то очень много людей вместе растут много разных поколений конечно же трудно сложно но вот это вот гипер ответ а опета или почему-то здесь проходит еврейская мама которая все время заботится все ли все ли поели всем ли все хватает все ли одеты и поспали все все нормально ну здесь знаете человек который оберегает но вот именно на своей этой заботы он делает еще хуже потому что он не может вырастить полноценного человека который у которой такой знаете стрессоустойчивый который самостоятельно может как-то решать задачу за него все время как-то решали его все время как-то оберегали тем самым вот эти вот крылья обрезали может человек вырос как в тепличных каких-то таких условиях не приспособленных жизни вот в чем здесь проблемы если говорить о зависимости то вот она в таком формате а так в принципе нет я не вижу мне очень радует что меня смотрят люди такие достаточно осознанные и это здорово проработали на очень много много проработали в себе так позиция номер три зеленый камешек ну-ка посмотрим троечки у вас хоть есть зависимость от родителей а здесь папа у нас проходит да здесь папа здесь не мама здесь папа здесь прям такой суровый папа особенно если дочки то такая связь очень интересная когда папа воспитывает дочку как мальчика но при этом он ее любит нет есть такое какое-то узнаете искаженное понимание да бью значит люблю ну то есть я тебя наказываю на это наказание тебе во благо но и одновременно очень нежный такой заботливый много-многоликий папа какой-то такой здесь идет с хорошей такой военной выправкой может быть и военной не знаю такой статный причем не 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 говорящий много такой больше человека интровертный скорее всего как то вот происходит идет игнор не обращали не обращение не обращает внимание на как-то на дочку вот но когда обращает внимание это вот имеет какое-то отношение воспитательное да то есть либо воспитательная бывает такие моменты здесь у кого-то есть как знаете папа смотрит на дочку по моему девочки здесь лет девять семь нет 9 наверно вот она как-то стоит вот в углу мне показать угол либо в проеме двери дверном и папа как-то полубоком стоит смотрят на нее и примигивает на так этот как этот моргает так и одним глазом заговорчески потому что что-то что-то задумали как-то вот против мамы и вот мама значит папа разговаривает что-то говорит а он так смотрит на вас да так глазом закрывает и ну типа не выдавай на как-то заговорческий какой-то такой момент ну что типа не выдам какая-то такая знаете связь вот именно на уровне ну здесь вот присутствует любовь отца к дочери но опять же таки она какая-то странная то есть ну бывают такие моменты когда вот он действительно и жесткие наказывал но и бывают моменты когда вот я вижу от обнимает просто обнимает как-то на коленку сажает на левую либо наоборот как-то вот обнимает а я не стоя вот почему-то мне идет сидя 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 он обнимает и учат почему-то девочку девочки должны постоять за себя на как-то не знаю то ли он мальчика хотел дочка родилась но в общем воспитывает ее как как пацана девочка должна драться должна за себя постоять прям все время так говорит показывает как правильно удары делать почему-то было такое желание очень частые ссоры с мамой когда куда запишут ребенка да почему-то папа считал что нужно какие-то такие военные секции записывать девочку ну единоборство до какая-то вот такая а а мама почему-то хотела все время на танцы на танцы здесь такая мне идет почему-то что вот папа вас по утрам приготовил как-то завтрак вот мама есть но мама она 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 где-то как-то далеко она образ у вас мамой если ставить в ряд папу и маму ту мама где-то далеко у вас есть присутствует мать но папа ближе вот он как-то я не знаю заботиться как-то завтраки делает что ли как-то в парк сходить с вами опять же таки я не могу сказать что вот прям много времени он проводит нет но вот когда проводит это вот это либо воспитывает муштрует либо либо как-то вот урожает любовь но это не словесно никогда не говорил что он вас любит но это видно в его глазах какой-то вот блеск такой с одной стороны к сожалению о том что но нету мальчика с другой стороны ну вот какая-то жалость контексте того что блин кто будет о тебе заботиться когда меня не будет рядом вот какие-то такие моменты идут и отсюда у вас вот это вот поведение на того что я хочу доказать я докажу папе что там я не знаю я его гордость либо он может на меня как-то положиться что вот что-то все время доказывайте здесь вот это вот доказывание что я справлюсь я оправдаю твои ожидания это вот прям по отношению к папе идет если здесь зависимость от родителей не знаю нет я не могу сказать нет но вот здесь как вот здесь урок у нас идет с папой здесь и близости сказать как таковой между вами с отцом нету что вот сказать прям такие добрые отношения да когда папа вот папа везде но с другой стороны сказать что он вас не любит вы тоже такое не можете потому что есть какие-то воспоминания очень теплые но опять таки они в поступках выражаются они не выражаются в действие в словах у вас есть воспоминания то ли это день рождения было только какой-то праздник вам папа сделал подарок принципе вам никогда не дарили на подарков но вот в этот день что-то вам папа подарила это вот прям очень сильно запомнилась хорошо я не буду смотреть в чем его зависимость потому что нету а в чем вот у вас связь на может быть карта покажут в чем у вас связь с родителями но вот выпадает как раз таки семерка сосудов которая говорит о том что как-то родители они способствовали каким-то новым вызовом вашей жизни причем не то что они вам что-то говорили а здесь как-то вот то что я говорила да хочу доказать это ваше какая-то внутреннее внутренние желание они как будто бы для вас были мотиваторами ну либо один из родителей был для вас мотиватором то есть вот глядя на него хочется я говорю про папу говорю не сказала на них или на нее на на него вот хочется показать что я что-то делаю ты будешь мной гордиться или я буду такая же как и ты и это вот будет вот прям заслуга какая-то то есть здесь как будто бы папа сподвигал вас на новое на новые какие-то вызовы чтобы вы себе бросали до кон смерти чтобы старая уходила великие арканы выпали на смерть и справедливость вот папа вас как раз таки учил тому троечки о чем я очень часто говорю по поводу того что надо прошлое отпускать отрезать вот вам прям это жизненно необходимо не держаться за прошлое отрезать отрезать бесконечно двигаться вперед двигаться вперед и по получил быть справедливой это вот папина заслуга и говорю вот эти вот военные папа говорил как правильно ну либо своим действием показывал папа учил папа здесь был король жезлов выпадает он дайте я посмотрю кто был ваш отец хотя в принципе так видно но был интроверт до замкнутый в душе своей такой достаточно ну и двойка кубков и туз кубков человек наполненные любовью но как-то знаете да у него тоже и жизнь у него тоже непростая была с его родителями и вот как-то знаете человек не умеет что ли показывать свои чувства потом больше показывает свои чувства через заботу да причем вот забота какая-то такая вот что я говорила да но учу на ночью ребенка стоять за себя до драться это тоже забота то есть она будет заботиться о себе либо он учил вас обращаться с деньгами я не знаю каким образом здесь показано то что вот он как-то обращал учил у вас с деньгами обращаться но человек очень наполненный был эмоционально у него была какая-то такая особая харизма он нравился женщинами не могу сказать что вот он прям такой красавец красавица но мне идет то ли ямочки у него были то ли улыбка какая-то такая вот он вроде бы внать какой-то грозный но вот когда улыбался прям не знаю души от души и прям сразу атмосфера вокруг него она прямо так смягчалась все все светилась и вот прям вы же прям с такой радостью что папа улыбается это хорошо вот для вас это вот была самая большая похвала когда папа был хорошим расположение духа вот у вас прям день день был другой жизнь налаживалась и вот есть у вас это но человек легкий был вот прям смотрите легкие по аркану шуту с одной стороны человек легкий на подъем легкие своих каких-то взглядов а с другой стороны он был как-то король пентакли консерватором в каких-то моментах да он вроде бы любил здесь тоже такое противоречие вроде бы любит такую роскошную жизнь а с другой стороны где-то он прижиме сты был в каких-то моментах а то есть мог например тратить деньги вот не подумав о чем-то на какие-то вещи которые казалось бы ну можно и сэкономить а там где не надо экономить он почему-то экономил как-то так так не все понимали не все понимали вашего папу здесь такое ощущение что и против свадьбы возможные были ваших родителей но не хотели бы принимать у него какая-то вот имя какое-то не очень-то но не флани и как его зовут а вот знаете как говорят оставлять за собой какой-то такой репутацию вот тогда когда ваши родители поженились у него какая-то такая не очень хорошая репутация была ладно посмотрели вам папу почему-то папы да вообще по идее надо маму смотреть но я не хочу смотреть маму просто посмотрю чему чему вас учил папа да для чему какой урок вы проходили какой урок аркан эгоизма двойка кубков и мы на него очень похожи вы на йоге похоже потому что у него двойка кубков и у вас двойка кубков любви он вас учил вот как бы вам не казалось странным вот он вас учил учил любви не мама папа вас учил любить да как как жить правильно по жизни идти как двигаться как преодолевать какие-то страхи вот это вот я говорю как мальчика воспитывали да то есть он он учил вас преодолевать какие-то свои страхи разрушать аркан смерти тоже это подтверждает то есть разрушает то что прям отрезать может быть он даже вам так и говорил что если там не знаю что-то с подружками было и вы например там могли плакать как ребенок вот он расспрашивает ситуацию томик все больше с ней не дружить либо пускай она больше там дом не ходит то есть он такой знаете категоричный был отрезал ну вот душе очень мягкий человек а внешне фиг поймешь поймешь потому что он был очень такой вот кремень кремень никогда не показывает он говорил никогда не показывая врагу свои слабости никогда не показывая врагу свои эмоции никогда не разочаровывайся своих каких-то утратах всегда двигайся вперед да то есть не важно сколько раз ты упадешь важно сколько раз ты встанешь вот он вот этому вас учил это кармический ваш человек был вашей жизни кармический учитель парка на суду он очень сильно повлиял на вас как-то так такая у меня была третья позиция где это любовь вот она да уже второй расклад по порядку когда не в тему я так понимаю теперь таро сама будет решать да какие расклады делать или нет так что имейте ввиду на на будущем перспективу то есть тема заявленная не факт что она будет озвучена если таро посчитает что нет я не буду об этом говорить ну потому что это вот ну не знаю не актуально но нет у вас зависимости от родителей вы все взрослые люди которые отрезали свою папа пуповину логично в принципе потому что ну а иначе как бы вы были на канале самопознание осознанности да то есть наверное бы не смотрели такие расклады забавно я вообще не знаю что происходит почему таро так говори что-то свое ладно давайте мы попрощаемся с вами до пятницы не забывайте заглядывать в раздел сообщества ссылка на него есть в описании под этим раскладом вот в пятницу нажмете на эту ссылочку попадете на анонс на блиц консультации и если вам вопросы блиц консультации созвучным приходите приходите мы посмотрим ответы на вопросы которые будет блицы индивидуально лично для вас но я с вами прощаюсь до следующего расклада всем пока пока пока